Нет, пока ты растягиваешь, ты можешь просто в таз упираться, весить целиком. Ты просто задаешь вибрацию. Во-первых, с помощью вибрации мы вот эти вот ротационные моменты уже начинаем их корректировать. Вот так, да? Да, вот так. Вот у тебя получается. Да, я поняла. Теперь попробую, Максим. Вот это вот сочленение, поясницы, да, и в разные стороны. Это вот почти то же самое, что делали. Да. Это мы делали вчера. Мы постоянно это делаем дополнительно-дополнительно еще раз, чтобы привести человека, вернее, его позвоночник еще больше раскрепостить для дальнейших наших манипуляций. Вот тут, смотрите, один позвонок выбирает. Видите, почему? Почему через 3-миллионные ошибки? Нет, это именно через КАН. Почему? Чтобы руки не скользили. Выпирает. А, почему выпирает? Это очистка отросток, да. Это просто анатомическая особенность, не путайте. Есть такие люди, которые забивают позвонки. Я, наверное, видел, какой-то якут к нам приехал, зарабатывал, что много, он просто брал, нащупал позвонок. Вот так вот, как и сидит. Вот так вот. Дышим. У человека руки, ноги в сторону, искры из глаз, орали люди. А он резок говорит. У меня не взяла, скорее всего. Есть разные методы. Опять же, чтобы вы понимали, это все методы остеопатии. Только из них вычленяем некоторые более эффективные, наиболее экспрессивные, которые сразу же дают результат. Они называются мануальной терапией. По сути, это такое немножко народное название. Мануал – это, по сути, переводится на русский с греческого «рука». То есть, все, что мы делаем руками, это уже мануальная терапия. Есть же еще костоправы, вертебрологи, хиллер практики. Ну, там кто-то еще. Это все, по сути, люди одного и того же порядка просто используют разные методы для вот этих мануальных дел остеопатических. Так вот, остеопатия насчитывает более 130 методов, представляете, воздействия на разные части позвоночника. Мануальная терапия из них, ну, используют методов, наверное, 20. Сейчас мы их примерно извышим. Но и то, их столько и не нужно, чтобы это сделать. Достаточно вот 4-5 там каких-то способов, и вы уже поставили на место. Почему я говорю, вот мы растрясаем позвоночник, да? Сначала мы добили его по грудной клеточке, прошлись. После вот этих вот массажем я обычно заканчиваю вот так. Сразу вам хочу сказать, что вот в области поясницы лучше не бить сильно, ну, или так, слегка. Прошлись почки. Да, потому что там почки находятся. Да, они больно. Снимем поаккуратнее, да. По вот этим козовым костям можно бить сколько хотите у пациентов. И по грудной клетке, видите, я не по позвоночнику бью, а я бью рядом, по вот этим мышцам. И по плечам можно бить. Ударных техник много. Можно еще вот. Руками. Да, вот сейчас у тебя кулачки расслаблены. А вот в этом месте. Есть небольшие нюансы. Смотрите. Когда кулачки у тебя были расслаблены, да, это хорошо. Но вот в этом месте ты можешь их сжать прям плотно и прям постучать вот так. Слышишь, стук уже такой, более такой. Импульс идет глубоко в тело. И нам именно этого надо добиться. Теперь, вот тебе она показывала, вот такой метод, да? Здесь надо поплотнее сжать большой палец, чтобы у тебя практически образовалась подушка вакуумная. Чтобы между пальцами не было щелочки. Вот такой вот, ну, зелень, да. Вот, видишь? Больше, больше, такой вакуум. Вакуум надо побольше. По плечам. Да, вот такой вот, если он сжигалок, у нас пришлось. Смотри, что получилось вакуумная присоточка. У себя большой палец образует дырку. Старайся его закрывать, чтобы полностью. Пальчиками можно стучать, как молоточками. Вот у этих вот, про что я говорю, про журналисты, терапевты всякие, да? У них есть такие прямо киянки, даже резиновые бывают. Старайся, они же давляют, как бы, долотовы сюда, и киянки сбьют по этому позвонку. Тоже такие методы. Может быть, для кого-то это приемлемо. Ну, во-первых, научиться точно помадать достаточно сложно. А во-вторых, это травмоопасно. Вот эти остистые отруцы, которые я нарисовал, они просто могут отломиться. Особенно, если у человека есть вот это же. Да? Уже пошли дегенеративные процессы. Соответственно, все мануальные техники с возрастом стараемся просто не делать. Старше 50 человек, если вы видите. И особенно, если он вот такой вот зажатый, да? Это сразу уже говорит о том, что у него идут вот эти вот процессы остеохондроза. Уже идут на рост. Он уже подвижности у суставов гораздо меньше. Он уже не может вот так вот свернуть шею. Поэтому с ним только на растяжение работаем. С молодыми людьми, как у нас сегодня пришли на наш тренинг, можно делать вот эти методы, которые я показываю. Вот эти кияночки, которые у них, молоточки у них есть маленькие, можно заменить пальчиками. Простучаем шею тоже простучаем. Прикасаются мышцы шейные с черепом, тоже простучаем. Можно мне показать, просто сел ударом чуть-чуть. На тебя? По парочку. То есть у вас пальцы, смотри, вы не тыкаете ими, а вы как молоточек, вот такой. Как в рояле. Видели, как молоточки по струну бьют? Да. Для этой кисти нужно свободно идти. Я на тебе прям покажу. Удар такой более импульс-задающий туда, внутрь тела. Какой-то ты пиле получился. У кого? Вверху или внизу? Наверху? Слепой или справа? А вы двумя мячами? Я в семя. Сначала двумя, потом семя. Вот, это все называется методом перкуссии. Татьяна, подходи к нам. Я с вами мобильник подключил. Это называется методом перкуссии. У меня даже есть специальный тренинг, который целый день изучает всевозможные поступления, ударные техники, вибрационные техники, которые проникающие вглубь наших тканей. Но это как бы действительно время на другой семинар. Сейчас мы еще и отрабатываем эту технику, вот такую, когда наши пальчики расслаблены, и они как трещотка ходят. Слышишь? Случается? Для этого нужна вся кисть, чтобы полностью расслаблена. А когда мы делаем друг против друга, у нас получается такой эффект стробоскопа, так скажем. Меня даже приглашали в этот шоу-бизнес. Говорят, ты на закатейке будешь стробоскопом работать. Вот, и мы обходим вот эти вот мышцы пропицелинные. Вот так, быстро, энергично. И смотри, не так вот, как Татьяна делала, да, хаотично вот. А лучше проходи отсюда и находи. Да, я помню, что мышцы проработают до конца. Тазовый проходим все. Все легко. И именно пальчиками, пальчиками бьем. Есть ударная техника, когда мы все целиком в ладони бьем, да? Ну, нам, честно, не надо. Достаточно вот этих. И вот за два патта, как я тоже. Подмышечная. Угу. Все, простучали. Теперь смотри, почему я все время с этой землей. Она закопирует наш позвоночник, да? Практически мы должны через нее диагностировать. Если мы начинаем раскачивать здесь, в противофазе, видишь, где-то просто. То есть я сюда верну, вот сюда. Сюда, вот сюда. Также у нее ноги должны идти в противофазе. И вверя должна идти тоже в противофазе. Вот, видишь, в принципе, идет, но не совсем. То есть, чтобы запустить этот процесс, да, вот правильно, это мы как бы диагностируем. Может, даже второй рукой прислониться. Смотрите, тут мы раскачиваем, а тут прислонились, смотрим, идет или не идет вибрация. Ну. Где не идет, значит, там блокада. Значит, там мышцы. А как вы его почувствуете? Чувствую, чувствую, в смысле пальцы. Чувствую, идет или не идет. Импульс. Ты задаешь импульс этой рукой. Да, правильно, глаза поднимаем вверх. Для чего? Для того, чтобы отключить наше сознание и не отвлекаться. Да. Мы чувствуем не тем знанием, которое знаем, а то, что мы получаем от нашего клиента. А где можно почувствовать, чтобы сравнить просто, как вот это прочувствуется, чтобы, ну, когда ты никогда это не прочувствовал, тебе надо обязательно сравнить, там, где не было заблокированное место, где заблокировано. А, например, скажите, где вы чувствуете, а где вы не чувствуете. Ну, вот, для этого я проявляю змею. Вот смотри, если я ее держу, вот ты держу с этой стороны. Держу? Держи, с этой стороны. Здесь я задаю импульс. Вот видишь, там ходит, а тут не ходит. Я проверяю. Вот даже не есть. Вот тут же нету. Ну, смотри, видишь, вот как где-то тут, на этом участке. Попробуй. Одно его кузы, ты держи плотно. Вот тут куру тут? Нет, ты змею, змею куру. Сейчас мы работаем с этой змеей. Да, видишь? Вот до сюда где-то доходит, да? Да, вот оно... Приложи пальцы и почувствуй. Сюда приложи. Да. Чувствуешь? Ну, как бы да, считается. Вот, а сюда приложи. И вот, так же мы точно с позвоночником. Смотрим на ноги. Начинаем с крестца, да. И тестируем. Ты понимаешь? Ага. Ну, вот здесь, да, двигается. Вот здесь. Вот здесь у него... Да. Здесь как-то двигается. А вот здесь не двигается. Здесь, здесь покажи. Здесь не двигается. Да, вот здесь уже не двигается. Да, правильно. А теперь смотри на ноги. Ноги, видишь, двигаются? Да. Значит, там расслабленно. Да. Это же такие же сочленения, как позвонки. Так же тут наши кости. Это те же сочленения, между которыми двигается. Ну, а если мы здесь будем шатать? Давай отсюда задавай. И проверяй в обратную сторону. Тестируй только чуть-чуть. Значит, у нее больше всего зажато вот здесь. Нет. Он же говорил право. Меня тоже так. Да? А у нее же здесь вот эта ровная спина. Ролардоз, да. Ролардоз. Вот это она и есть. Так. Теперь, чтобы провести вот эти монопулитивные техники, да, мы уже не... Ну, протестировали для себя, как бы осознали, поняли, да, где вот это все находится. А теперь мы задаем движение обоими руками специально, чтобы растрясить, идти уже в принудительном порядке. Вот, видите, теперь мы в противофазе, я сам позвоночник двигаю. Примере с змеей. Видите, я сам его спираю сюда, спираю сюда, вот между ними, между руками. Видите, что он мне делает? Это делаем для того, чтобы потом мягче войти вот в эти вот хрусты, так называемые, да? Чтобы расслабил себя, позвоночник, чтобы привык. Да, и чтобы человек, соответственно, к нам за это время был привык. Теперь я нахожу опорные точки, лопатка, поэтому убирали. Как вы сами видите, давайте ножом вызыва. Вот лопатку убирали, да? А здесь вот эта косточка, я туда устанавливаю свои руки, и мы начинаем растрясать в эти стороны, да? Ну, что, помню? Пока еще нет. Это я так долго объясняю, на самом деле на это все у меня уходит буквально секунду 5-10. Понимаете? Ну, когда в работе. Да, когда в работе. То есть, раз-раз, нажал. Ну да, растрясни. И после этого я растряс, и после этого я делаю скручивание. И оно там, тик! Да. Ну, да. Помните, я говорю, здесь мы нажимаем сверху вниз. Тут у нас, по сути, будут ребра играть. Не только позвоночник, а еще и ребра будут. Угу. Угу. Я выбираю себе, куда я хочу, да? Можно одновременно. Но лучше вот я. И сюда, то... О! Слышно было, да? Я-то хочу! Ты пока боишься. Маша пока боишься. А потом, это я сюда нажал рукой сейчас, заметили? Это что у нее здесь стало все, которые были, да? Еще не до конца, но да, они могут встать. В основном, в большей части, это, кстати, вот тоже не обманывайте себя. Это не именно прям позвонки, это ребра. Сейчас ребра струкрустили. Вот здесь. Сочленение, ребер. И хруст был слышали какой? Не такой щелчком, а вот был как бы... Да, такой пирск. Да. Это, да, это разрыв идет связочного аппарата. Рассоединение. Да, рассоединение. Вот он к костям был привязан, да? Как бы приливший там, он такой... Как бы микроразрывы, они не опасны. В данном случае, не бойтесь. Да, это растяжка вот этого связок. Понимаете? А здесь конкретно уже будет воздействие на пятый-четвертый позвонок. Ну, я сейчас не буду щелкать. Хочешь ты попробовать? Давай. Чтобы у тебя получилось. Посмотрим. Вперед так же выложили? Нет, подожди, начинай откуда-нибудь. Например, отсюда. Его расшатало. Его расшатало здесь. Почувствовало, где импус есть. Это твоя мануальная терапия, которую ты хочешь? Да, я же за этим пришла. Да. Нет, но это наверх нет. А это такая подготовительная. С чего начинай? Правильно? Не совсем. Нажим правильный, но неправильное движение. Почему? Почему? Потому что мы раскручиваем для того, чтобы поймать импульс. Какой? Вращение позвоночника. Когда мы доводим его до предела... И раз. Да, до предела довели, только после этого он как-то дальше. То есть он до куда-то доходит, да, понимаете? И потом он... И дальше его. Вот так. Да. Ножки невольно. Вот. А теперь если не хватает силы рук. Вот ты хочешь туда, выпрямись и дави корпусом туда. Вот так, да. Поскольку я уже начал объяснять про косточную систему позвоночник, поэтому мы сразу переходим в мануальную практику. А с противоположной стороны мы делаем просто в другую сторону руку. Разворачиваем, как тебе удобно. Сюда в косточку. Идем все. По-моему, надо с той стороны убить. Обязательно. Ты вообще привыкла ходить вокруг клиента. Да. Это не очень эргономично, понимаешь? Я заметил, как ты работаешь, да. Ты просто тратишь время, обход стал осветственным, еще бы там и пошла. А если время оплатилось? Да. Если время оплатилось, ходите, пожалуйста. Ну, в принципе, мне желательно... Я работаю по такому принципу, чтобы... Поехали. Поехали.